Здравствуйте! Мы не представляем, насколько удивительно верить в Иисуса. Иисус Христос был Богом. Но Иисус Христос для того, чтобы приблизиться к людям, Он пришел в человеческом теле. И тело Иисуса Христа было не особенным. Если мы посмотрим, Он часто уставал. И поэтому Он часто спал в лодке. Часто чувствовал голод. И также Он даже не мог перебороть солдат, которых схватывали Его. Когда Он нес крест, однажды Он даже упал. Когда Его распяли, Он очень легко покинул этот мир. Все ожидали, что тело, в котором придет Господь, Бог на землю, будет особенным. Но Иисус пришел в таком же слабом и немощном теле, как мы. Иисус не пришел в каком-то особенном теле, А пришел в такое же тело, что у нас. Поэтому Он чувствовал голод, чувствовал усталость. Когда вонзили копье, шла кровь. У него было такое же тело, что у меня, что у вас. И Он прожил 33 года на земле. Однажды в Гесемане Он молился. И мы можем увидеть, как солдаты, которых привел Иуда Искариот, схватили Его и видят Иисуса. Может быть, кто-то думал о том, что Он перевернет землю и всех солдат прогонит. Но Иисус в таком же слабом теле, что и мы. Когда несколько человек схватили Его, Он не мог оттолкнуть их от себя. Когда нес крест, Он несколько раз падал. Когда били Его плетью, шла кровь. Казалось бы, это тело, в котором находится Бог. Царь царей пришел, нужно же хотя бы хороший дом иметь. Но Его тело было очень слабым. В конце, когда Иисуса распяли на кресте, мы можем увидеть, что у Иисуса не было ничего особенного. Он был одним из людей. Многие ожидали что-то особенного от Иисуса. Но с того момента, как Иисус умер на кресте, все ожидания на Него были разрушены, и люди начали разбегаться от Него. Иисус умер на кресте, и Его похоронили. И если смотреть до этого, тогда Его тело ничем не отличается от нас. Ваше ведь тело тоже важна, согласны? Да, наше тело очень важное. Я говорю, мои супруги, дорогие, ты должен заниматься спортом. А она не занимается, к сожалению. Я сказал, может, ты походишь хотя бы по беговой дорожке? Она говорит, голова кружится. И чувствуется, что ее тело ослабело, и поэтому хотелось бы, чтобы она занималась спортом. Знаете, я плохо знаю свое тело, но когда я вижу, что мое тело супруги стареет, хотя я ничего не говорю, но очень жалко наблюдать за этим. А потом я вспоминаю вдруг. Да, а вдруг она оставит меня? Да, и тогда мне страшно становится. И поэтому я прошу, чтобы как дольше она могла прожить со мною. Когда я вижу, как моя супруга слабеет с возрастом, жалко, что ничего хорошего я не могу сделать для нее. Иисус пришел в таком же теле, и мы и Его схватили солдаты. Хотя Он был Сыном Божиим, но Он не мог проявить никакой силы. Привели к священнику Анна. Потом Он взял крест и начал подниматься на гору. Он упал на землю. Падал. Когда Его били плеть, кровь шла с Него. Текла кровь. Конечно, лично я не видел эту сцену. Но поскольку я пастор, я представляю Его состояние, и я понимаю, что Он очень слабый. Настолько слабый, что если бы я был рядом, я бы хотел помочь Ему. Но Он упал. Потом солдаты, когда взяли Его руки, Он не мог оттянуть свою руку от них. Когда Иисуса повысили на крест... Как вы думаете, что почувствовали люди, смотря на Иисуса? А, все, Ему конец. У Него нет никакой силы, чтобы помочь. Он не может никого спасти. И смотрят, что Иисус был слабым при слабым. Почему же Бог не дал Ему сильное тело? Ведь есть многие богатыри. Но Иисус не был сильным. И Иисус умер. Сказав, совершилось. Все люди, которые надеялись на Иисуса, они потеряли всю свою надежду. Прошел день. Прошло два дня. И прошел третий день. И рано утром. До того момента Иисус ничем не отличался от нас. Но на третий день Иисус воскрес. Иисус, если подумать о Его воскресении, вы не представляете, какая надежда переполняет нас. В последнее время некоторые люди вдруг покинули этот мир. И поэтому я часто участвую на похоронах. Те люди, которые были живы и были вместе со мной, вдруг они умерли. И тогда у них нет никакой силы. Даже если вы положите Его в гроб, они не жалуются. Даже если их похоронить, у них нет силы что-то сказать нам. Так же Иисус в слабом виде, Он покинул нас. Но если мы посмотрим, что на третий день Он воскрес, что удивительно. Иисус воскрес, и на протяжении сорока дней Он был вместе с учениками. Потом Иисус вознесся. Когда Иисус вознесся, Бог сделал, чтобы мы могли принять Духа Божьего, которое было только в Иисусе. для того, чтобы Дух Бога, Дух Иисуса вошел в нас. Поскольку это Дух, это чистый Дух, у которого нет тела. Оно имеет силы, которые действуют на душу и ведет наши сердца. И у этого Духа есть сила, которая независимо от нас действует. Иисус находился на земле с таким же телом, что и мы. Бог пришел в человеческом теле. Тот, который пришел в человеческом теле, есть Иисус. А мы являемся теми, которые приняли Духа Святого в наше сердце. Через одного Духа мы стали едины с Иисусом Христом. И Дух Иисуса находится в нас. Когда вы со вашими полоскими мыслями смотрите на себя, вы слабые, немощные. Но если Дух, который вы получили от Бога, будет расти в вас, Бог сделал, чтобы мы могли войти в мир силы Бога. Да, мы получили спасение через то, что мы поняли, что кровь Иисуса Христа очистила наши грехи. Мы были грешниками, но когда у нас появилась вера в то, что Иисус Христос очистил наши грехи, то что удивительно, тот Дух, который действовал на Иисуса из Назарета, действует в нас. И мы можем увидеть, что одинаковые деяния начинают происходить через нас. Например, Симон Петр хотел пойти ловить рыбу, но встретил Иисуса. Иисус спросил, любишь ты меня более, нежели чем они? Петр сказал, ты знаешь Господи. Так он отвечал. Тогда Иисус сказал ему, паси овец моих. Петр думал про себя. Я думал, Иисус будет ненавидеть меня за то, что я его предал. А сейчас говорю, чтобы я пас овец его. Петр принял сердце Иисуса в свое сердце. И с того момента уже сердце Иисуса начинает действовать в нем. Иисус сказал, что вы примите силу, когда Дух Святой войдет в вас. И действительно, Он начинает передавать слово. И три тысячи человек получили спасение. Потом пять тысяч человек получили спасение. То, что происходило в Иисусе, теперь начинает происходить в людей. Другими словами. Когда Иисус пришел на землю, у Него было такое же тело, что и мы. Он был Богом, но находился в таком же теле, что и мы. Мы же родились в таком же теле. И верою мы веруем, что Иисус очистил наши грехи. И после того, как Иисус входит в наше сердце, у Него такое же тело, что и у нас. А в нас пребывает Дух Святой, который был в Иисусе. Пока мы находились в нашем теле, мы все делали в рамках нашего предела. Но когда мы веруем, что Иисус в нас, то уже не наши силы, а силой Иисуса мы начинаем идти. И Петр начал заниматься этим делом. Он увидел хромого у входа в храм Божий. Конечно, Петр не мог его исцелить. Но Иисус может. Иисус исцелил и хромого, и слепого, и прокаженного. Он всех исцелил. У Иисуса было такое же тело, что и у нас. И когда мы принимаем сердце Иисуса, когда мы верой приняли его сердце, и если Дух, который действовал у Иисуса, будет действовать в нас, я не могу исцелить хромого. Но поскольку Иисус во мне, у Петра появляется вера, что он сможет населить хромого. И сказал Петр, «Серебра и золота нет у меня, но что имеют, дают тебе. Именем Иисуса из Назарев встань и ходи». Петр сказал, «То, что имеют, дают тебе». А что было в Петре? У него был Иисус Христос, у него была вера в Иисуса. Иисус имеет одно тело и один дух вместе с нами. У нас тоже такое же тело, как у Иисуса. Очень слабое тело. Тело, которое не может победить солдат. От одной пули мы тоже умираем. Если поранить, тогда будет кровь. У нас такое же тело, что и у Иисуса. Но когда в нас появляется вера в Иисуса, тогда Дух Иисуса входит в нас. Дорогие слушатели! Вы люди, у которых такая же сила, что у Иисуса. Когда Иисуса распяли, казалось, что так все просто умирает. Но на третий день утро Иисус воскрес. И знаете, что произошло тогда? Сила Бога начала действовать в нем. Петр был слабым человеком. Но поскольку Дух Святой находится в нем, мы смогли делать те же дела, что совершил Иисус. Что удивительно. Я часто говорю про проповедника Шимонгсоп. После концерта Рождественского контакта в городе Чинджу, мы планировали в тот день остановиться в городе Чинджу. Но братья и сестры из деревни Хабчон сказали, «Пасы, приезжайте к нам в деревню Хабчон». Я раньше говорил, да, я поеду-поеду, но не было возможности. Но как раз закончился концерт контакта. Это было 11 часов вечера. Я подумал, давайте сегодня будем ночевать в городе Хабчон. И мы поехали в церковь Хабчон. Но у братьевых сестер не было своей машины, поэтому они позже меня приехали. Я приехал, и только через 10 минут братья и сестры начали приезжать. Почти в 12 часов ночи мы собрались и немножко делились словом. После этого ведь все должны были вернуться домой. Но одна женщина подошла ко мне. Она со слезами сказала мне, «Пасырь, я больше не могу жить». Она вышла замуж. И прошел 23 года. И первые 3 года ее муж не пил. Но спустя 3 года, 20 лет, муж пьет. Обычно корейская алкоголь сочи, она очень крепкая, поэтому пьет в маленьких стаканчиках. А этот брат наливает 2 бутылки сочи в большую тарелку и выпивает. И так начинается его день. Если он много пьет, он за день выпивает 12 бутылок. А если мало пьет, тогда выпивает 8 бутылок. Однажды сестре было так тяжело. И она купила 4 2-литровых бутылок сочи. Муж увидел, и он был удивлен. И он спросил, «Ты хочешь, чтобы я умер, выпив это?» Она сказала, «Да». После работы, когда она возвращается домой, ей было так тяжело убирать бутылки в комнате, на кухне, в гостиной. Я сказал, «Нужно было взять кого-то работника, который будет собирать бутылки». Она сказала, что больше никак не может жить с мужем. Я сказал, «Приведите вашего мужа завтра утром». И она привела своего мужа. После утреннего собрания мы общались с ее мужем. Оказалось, ее муж – спасенный брат. Но он не мог освободиться от алкоголя. Как бы он ни старался бросить пить, как бы он ни пытался бросить, у него не получилось. Поэтому, в конце концов, он сдался. Мы с ним встретились. Я прочитал ему по статьке Евреям, 10 главу, 14 стих. Здесь написано, «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Подобное слово находится только в Библии. Он одним приношением навсегда сделал добрых братьев совершенными. Или сделал хороших совершенными. Или тех, у которых есть вера, сделал совершенными навсегда. Не так написано ведь. Здесь написано, «Сделал совершенными освящаемых». Другими словами, всех освященных он сделал совершенными. И поэтому, в первую очередь, в нашем сердце нужно посетить, что мы сделаны совершенными. Почему брат не может вести жизнь, в которой он совершенный? Он думает о том, что «О, я же алкоголик», поэтому он продолжает пить. Теперь, в состоянии, где он алкоголь, нужно его перенести в состояние, где он совершенный. Я прочитал ему к Евреям, 10 главу, 14 стих. «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Я сказал, «Брат, прочитайте». «Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Я спросил у него, «Брат, скажите, вы совершенный?» Он говорит, «Нет». Естественно, он уже целыми днями пьет, как он может сказать, что он совершенный. В те годы одна бутылка соджи стоила 1500 вон. И ей столько пьет. Идет на работу. Идет к супруге. И говорит, «Дай, пожалуйста, 1500 вон мне». «А жене было так стыдно на работе. Она не могла терпеть». «А муж не может не пить». Я сказал ему, «Да, брат, вы целый день пьете, поэтому вы не можете сказать, что вы совершенный». Есть такие стихи в Корее. Меня зовут Ог Су. И Ог в Корее символизирует украшение. То есть сокровища, можно сказать. И загрязненные сокровища бросили на землю. Проходящие туда-сюда смотрят как на грязь. Но даже если все скажут, что это земля, неужели оно станет землей? Действительно, сокровище. Хотя она запачкалась и лежит на земле. Но даже если все скажут, что это земля. Даже если все скажут, что это земля, неужели она станет землей? Нет, это сокровище. Также об этом говорится о людях. Есть драгоценный человек. И все начинают клеветать на него. И в стихах выразили это. Сокровище запачканное лежит на земле. Идущие туда-сюда смотрят как на землю. Даже если все скажут, что это земля, неужели она станет землею? Да, даже если все люди скажут, что это просто земля, это будет сокровище. Вот что это значит. Вот о чем говорит эта стихия. То же самое касается и нас. Когда брат принял Духа Святого, даже если он выпил, поскольку он находится как алкоголик, поэтому все смотрят на него как на алкоголика. Даже если все скажут, что он алкоголик, может ли он быть просто алкоголиком? Конечно, это не стих, который написан в Библии, это стих, который в корейской литературе. Действительно, этот человек многое размышлял о людях. Даже из-за того, что брат выпил. Да внешне кажется, что это просто земля. Но оно не земля, это сокровище. Вот о чем говорится в стихах. То же самое, даже если этот брат находится в пьяном состоянии. Но это не значит, что Господь оставил его. Когда сокровище лежит на земле, все скажут, что это просто камень или земля. Но даже если в других людях смотрят, что это земля, но это не земля, это сокровище. Так же сказал я брату. Брат, ты свят? Скажите, он сокровище или нет? Если Иисус в нем, он сокровище. Да, он выпил, то есть запачкался. И всем кажется, что он алкоголик. Ну, если мы получили прощение грехов крови Иисуса, если вы приняли в свое сердце Иисуса Христа, да, мы можем запачкаться. Извините, даже не грязь, а кал пускай будет. Но все равно сокровище остается сокровищем. Понимаете это? Но сатана искушает нас. Да, считаем себя алкоголиком. Если своровали, считаем себя вором. Но даже если человек своровал, если он получил спасение, он будет спасенным. Иисус Христос пришел в таком же теле, что и мы. Вот если бы мы шли бы на землю. Я же Бог. Мы бы пришли бы в сильном, крепком теле. Было бы хорошо, если бы Он пришел бы в теле, которое может победить 100 солдат сразу. Но интересно, Иисус пришел в таком же теле, что и мы. Почему? Чтобы показать, что если мы примем Духа Иисуса, тогда мы будем такими же, как Он. Иисус, живя в таком же теле, что и мы. Дух Божий пребывал в нем. И имея одинаковое тело с нами, Он мог проявить силу Господа Бога. Вот кто такой Иисус. Также, если мы посмотрим на Иисуса, который был распят на кресте, мы только разочаруемся в нем. Люди ожидали, потому что Он воскресал мертвых и стрелял болезней, и стрелял проказу, мог успокоить бурю. И все люди ожидали. Но когда Иисус умер на кресте, мы можем увидеть, что Он был слабым, очень скромным. Слабым, что даже ни одного солдата не мог победить. Иисус даже не мог спокойно нанести крест. И Он иссякал кровью. Он умирает. Люди, которые ожидали на Иисуса, они думают, как же такой слабый, мог умереть. Люди говорили, все, уже конец. Уже конец. Так люди подумали. Но что удивительно, на третий день Иисус воскрес. Он был 40 дней вместе с учениками и говорил с ними. В Ветхом Завете есть пять праздников, начиная с Пасхи, потом день Пятидесятников. Это праздник, который приходит на 50-й день. После Пасхи нужно, чтобы прошло 7 недель. То есть это получается 7 на 7, 49. И в следующий день называется Праздником Пятидесятным. Пасха символизирует смерть Иисуса. Праздник урожая называется Первые плоды, то есть Воскресение Иисуса Христа. И с того дня, если посчитать 50 дней, получается День Пятидесятный. И это символизирует день, когда сходит Дух Святой. Дух, который пребывал в Иисусе Христе, пребывает теперь в нас. Мы получили прощение грехов, веруя в Иисуса Христа. Когда мы приняли веру, что мы омыты, Дух Святой вошел в нас. Наше тело такое же, что тело Иисуса. И наш Дух становится таким же Духом, который был у Иисуса. Аминь. И ясней всего об этом описано в слове, которое говорит «И освящающие и освящаемые все от единого». Освящающие – это кто? Это Иисус. А освящаемые – это мы. Что мы, что Иисус от единого, от одного Духа? Мы – один Дух. Иисус пришел в таком же слабом теле, что и мы. Но у Него был Дух Святой, поэтому Он совершал силу. Также и мы имеем слабое тело, как у Иисуса. И когда верою мы идем вперед. Хотя казалось, что Иисус такой слабый, что Иисус такой немощный. Но Иисус воскрес на третий день и проявил силу. И когда мы верою принимаем Иисуса, и мы можем проявить силу перед Господом Богом. Этот брат не мог победить алкоголь. Он всячески старался для того, чтобы освободиться. Он пытался все обувь сделать. Он не страдал. Но, к сожалению, он не мог бросить пить. Я ничего Ему не делал. Но просто показал, что Бог сделал его совершенным. «Брат, вы совершенный?» Он говорит, «Нет». Я открыл Библию. Я сказал, прочитайте к Евреям 10 глава 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Здесь есть слово «навсегда». Это значит «навсегда», «вечно». Давайте я спрошу вас. «Брат Чжанг, вы совершенный навсегда?» «Вы навсегда совершенный?» «Брат Конг, вы навсегда совершенный?» «Тогда почему вы не живете как совершенный человек?» «Библия говорит нам, что мы сделаны навсегда совершенными». «Даже когда мы выпили, если мы навсегда сделаны совершенными». «Даже и это время ведь включено, правильно?» «Верно?» «Даже когда супружеская ссора, мы совершены, верно?» «Так ведь?» «Даже когда мы злимся». «Иисус, который во мне, Он же не другой, Он тот же». «Когда мы получаем руководство не от Иисуса, а от Сатаны, тогда мы делаем так». «Когда Сатана ведет нас, тогда мы идем в грех». «Но когда мы входим в веру в Иисуса, то эта совершенность, она продолжает существовать». «Даже когда Сатана ведет нас, я продолжаю быть совершенным». «Но просто моя душа находится на стороне Сатаны». «Как вам это?» «Мы стали едиными с Иисуса». «Я сказал брату, что Он совершенный». «Брат, посмотрите послание к Евреям 10 главу 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Это слова не пасторок Супак. Это слово Господа Бога. А в слове Бога нет лжи. Давайте я спрошу». «Вы ведь до сих пор не говорили, что Вы совершенны, верно?» «Вы ведь считали, что Вы допускаете ошибку, правильно?» «Так ведь?» «Вы ведь думали, что Вы несовершенны, что делать ошибки. Но подумайте, когда Вы летите в самолете, Вы можете сидеть, правильно?» «Вы можете лететь в самолете и думать, что Вы в комнате». «Ой, где-то я нахожусь». «А, точно, я же в самолете». «Правильно?» «Да, в голове мы представляли, что мы в комнате». «Но это ведь не значит, что Вы не находитесь в самолете». «Порой, когда мы смотрим на какое-то положение или на наши недостатки, мы думаем, что мы несовершенны». «Но слово говорит, что мы совершенны кровью Иисуса Христа». «Что я хочу сказать?» «Вы уже сделаны совершенными». «Но если Вы думаете, что Вы свиньи, как Вы будете жить?» «Будете жить, как свиньи, верно?» «Будете постоянно пытаться войти в свинарник, верно?» «Так ведь?» «Если Вы думаете, что Вы собака, вы будете пытаться есть собачью еду. Но это мысли так ведут. Мы – ни свиньи, ни собаки. Мы – совершенные люди, которых сделал Бог. Но порой приходят соблазны. И не Дух, который во мне. А злой Дух начинает искушать меня. И я совершаю зло, совершаю грех. Но это не я делаю. А злой Дух искусил меня. А я же совершенный. Аминь. Аминь, скажите. Дух Святой говорит нам так. «Если вы поверите в Слово Библии, вы будете совершенными Иисусом. Иисусом. Но люди... Поскольку Слово кажется нереалистичным, они говорят, что я – слабый, немощный человек. Но Бог же хочет нам показать, что Иисус, который имел такое же тело, что и мы, Он показал, как Иисус жил на земле. Что значит «освящающий и освящаемый все от единого»? Это значит, что Иисус, что и мы от Святого Духа. И что тот Дух, который в нас такой же, как который был в Иисусе. Но до сих пор. Например, стрекоза была насчинкой, которая живет в воде. А потом стала стрекозой. Но если эта стрекоза думает, что она еще насекомая, который живет в воде, она будет снова пытаться войти в воду. Но если войдет в воду, она погибнет. Верно? Такое изменение Господь Бог допустил нам. Да, внешне мы слабые люди. Но Иисус сделал нас навсегда совершенными. И когда я поверил, что я стал совершенным навсегда, просто вы следуете за этими мыслями, поэтому вы слабые. Но без исключения, каждый из вас, если вы поверите, что вы стали навсегда совершенными через Иисуса Христа, тогда в вас будет проявляться сила Иисуса. В тот день мы общались с братом Шимунсоп. Почти полчаса. Я говорил, брат, ты совершенный? А он говорил, нет. А слово что говорит? Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. В Библии ведь говорится, что мы совершенные. Слово говорит, что мы совершенные. А ты говоришь, что ты несовершенный. Тогда кто прав, ты или Библия? Конечно, Библия, пастор. Тогда ты совершенный. Но брат, он же алкоголик, поэтому он не мог сказать, что он совершенный. Я сказал, ну если Библия говорит, что ты совершенный, значит ты совершенный, разве нет? Он говорит, да. Тогда брат, ты совершенный? Нет. И где-то полчаса мы говорили об этом. Когда прошел полчаса, вдруг брат сказал… Я спросил у него, ты совершенный? Он говорит, да, пастор. Даже если ты выпьешь, ты совершенный? Да, пастор. Даже если ты будешь пяничать? Да, пастор. Но… Одинаковое сокровище. Но когда оно запачкалось, кажется, что это грязь. Но оно не является грязью. Является сокровищем. Просто к сокровищу попала земля. Но оно не стало землей. Так же в тело Сына Божьего Сотна помазал грязное. Но если мыть, ты увидишь, что ты свят. Что ты совершенный. И поэтому говорит, что ты совершенный. Дорогие слушатели, вы считаете себя несовершенным. Вы считаете, что у вас есть ошибки. Поэтому для вас быть несовершенным – это нормально. Но Библия говорит, что совершенным быть – это нормально. Просто мы запачканы. Запачканы, например, грязью. Или запачканы калом. Запачканы соблазном. Но сами мы святые. Мы, подобно Иисусу, святы. Пожалуйста, повторите за мною. Сокровище запачкалось и лежит на земле. Идущее туда-сюда смотрит как на землю. Да, сокровище запачканное, поэтому, когда лежит на земле, всем кажется, что это просто грязь. Хотя выглядит как земля. Но она остается сокровищем. Аминь. Аминь, скажите. Хотя кажется, что это земля. Но даже если кажется, что это земля, не надо говорить, что это земля. Это сокровище. Это истина. Тот Дух, которого вы получили от Иисуса, это Дух всемогущего Бога. Это Дух Иисуса Христа. Что сказал Петр? Серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Именем Иисуса из Назарей встань и ходи. В Петре был Дух Иисуса Христа. И Он принял это сердце. Принял Слово Его. Да, сокровище запачкано. И не видно, что внутри. Но сокровище остается сокровищем. Понимаете? Да, брат Чим, он выпил. В пьяном состоянии находится. Можно сказать, он запачкался алкоголью. Но сам брат остается святым. Бог сделал его праведным. Навсегда. Вот это нужно верить. Сатна искушает нас по-разному. Хотя получили спасение. Ой, я слабый. Хотя я получил спасение. У меня нет дерзновения. Да. Сокровище может быть запачкано. Может быть даже кал. Но просто запачкалось. Но это не значит, что оно является калом. Правильно? Просто запачкано. Но это не значит, что она земля. Оно сокровище. Мы действительно дети Божьи. Мы сыновья Божьи. Порой к нам могут прицепиться грязь. Может злой дух прицепиться. Может стыд прицепиться к нам. Но мы все равно остаемся детьми Божьими. И нужно просто снять. Бог так сделал, что мы будем жить жизнью Сына Божьего. Аминь. Аминь. Что удивительно. Знаете, я так рассказал брату. Но знаете, что произошло? Он перестал думать об алкоголе. Раньше, если он не пил, он сходил с ума. Он начинал беспокоиться. И не мог находиться спокойно на месте. Но поверив в одно слово. Этот брат алкоголик. Можно сказать, что к сокровищу прицепилась алкоголь. То есть грязь прицепилась. Аминь. Но. Аминь. Аминь. Тогда перестало появляться желание пить. Так сатана действует в нас. Порой. И сокровища может быть запачкана. И кал может прицепиться. Грязь может прицепиться. Да, грязь может прицепиться. У нас могут появляться злые мысли. Но это не значит, что Господь Бог, который в вас, он стал грязным. Просто грязь прицепилась к вам. Верите ли вы в это? Верите ли вы в это? Правда, вы верите? Вы святы, скажите. Вы совершенные. Вы чистые. Тогда почему вы делали ошибки? Потому что грязь прицепилась к вам. Понимаете? Грязь прицепилась к вам. Дух, который мы имеем. Это Дух Иисуса Христа. Святое. Мудрое. Дух, который имеет любовь. И Дух совершенного Иисуса мы получили в наше сердце. Мы поверили, что наши грехи омыты. Нас омыли, не поэтому мы стали омытыми. Хотя Иисус очмыл нас. Если мы верим, что мы грешники, тогда в душе мы будем оставаться грешниками. Но когда мы поверили, что мы стали чистыми, мы стали совершенными. Это удивительно. Аллилуйя. Я славлю Господа Бога. Я славлю Господа Бога. Иисус Христос пришел на землю с таким же тилем, что у нас. Он не был сильнее. Он был слабым и немощным. И его распаяли на кресте. И когда увидели такого слабого Иисуса на кресте, люди разочаровались в нем. Как наш Иисус мог так легко умереть? Тот, который совершил много силы. Тот, который успокоил бурю. Тот, который воскресил мертвого. Как Он может быть таким слабым? Они потеряли всю надежду. Но через три дня Иисус воскрес. Через три дня Он воскрес. И произошло удивительное деяние. Вера в Иисуса начала оживать. И одинаковая сила, которая была в Иисусе, начала проявлять верующих. Серебра и золота нет у Меня. Но что имеют, то дают тебе. Именем Иисуса из Назыре встань и ходи. Иисус Христос находится в нас. Иисус пролил Свою кровь, поэтому я стал чистым. Он пролил Свою кровь, поэтому я стал святым. Через Иисуса мы родились свыше. Через Иисуса мы родились свыше. Мы родились через Иисуса. И с Иисусом, который делает нас святыми. И мы, которые получили освящение. Мы все от единого. Сатана говорит, да нет, ты посмотри на себя, ты же грязный. У тебя же есть ложь. У тебя же есть воровство. У тебя же есть запах пухоти. Ты похотливый. Нет, не так. Ты Бог. Просто запачкался пухоти. Надо просто вытереть. Понимаете? Да, все равно Бог. Все равно свят. Есть сила. Сатана ведет наши дела в сторону алкоголя. И мы считаем, что мы впали в алкоголь. Но на самом деле не так. Это алкоголь входит в наше тело. Но оно не может войти в наш дух. В нашей душе пребывает Иисус. Аминь. Даже если выпили. Даже если алкоголь вошла в ваше тело. Но не в вашу душу вошла алкоголь. Алкоголь может войти в наше тело. И мы можем нести ей всякую чушь. Именно в этих вопросах мы должны разбираться ясно. Когда мы смотрим на себя, нам кажется, что мы не святые. Кажется, что мы несовершенные. Кажется, что у нас нет веры. Кажется, почему же у нас не получается, как у пастора. Почему же я попадаю в ловушку. Да. Это потому что смотрим на запачканное сокровище. Чуть-чуть если почистить, сразу будет сокровище. И увидим красивую вещь. Петр тоже разочаровался и пошел ловить рыбу с учениками другими. Прошло всего лишь несколько дней. Он исцеляет храмово сидящего у входа в храм. Кто так сделал? Иисус. А где был Иисус? Иисус. В Симоне Петре. И через веру такой Иисус пребывает в нас. И у этого седого пастора. И у сестры, которая в очках. И их это не видно. Мы приняли Иисуса в наше сердце. Иисус вошел в наше сердце. И Он освободил нас от греха. Он не только освободил нас от греха. От похоти, от зла, от алкоголя, от всего Он освободил. Но из-за того, что мы не верим, из-за того, что мы чуть-чуть запачкались, мы не верим. Поэтому мы должны верить в Библию. Что говорит Библия? «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Не нужно осуждать себя, смотря на добрые дела. Иисус очистил наши грехи, поэтому мы стали добрыми. И мы приняли такого Господа в наше сердце. Его кровью мы получили прощение грехов. Через Него мы родились свыше. Через Него мы обновились. Аллилуйя! Я славлю Господа Бога! Давайте поменяем наши глаза. Не смотрите на грязь, которая покрывает нас поверхностно. Давайте будем смотреть, что внутри. Не будем смотреть на скверные вещи, которые есть внешние. А посмотрим, что внутри же находится в нас. Тогда вы станете удивительными людьми. Аминь! В Библии написано, что мы стали новой тварью во Христе Иисусе. Все, кто во Христе Иисусе – новая тварь. Прежнее прошло, и теперь все новое. Библия говорит, что теперь все новое. А Сатна говорит, да нет, ты ни в чем не изменился. Ты же такой же, как раньше. Ты же пьешь. Ты же куришь. Ты же злой. Ты же похотливый. Говорите, Сатна, отойди от меня. Просто сокровище запачкалось. Но это не значит, что сокровище стало землей. Просто запачкалось землей. Так же и в нас. Да, порой есть ошибки. Но мы должны говорить, нет. Мы святы. Аминь! Можете ли вы так сказать? Хотя вы обманывали. Можете ли вы сказать, что вы совершенны? Можете? Хотя совершили зло. Можете ли вы сказать, что вы совершенны? Что? Да. Сокровище не меняется. Запачкало оно. Может, ткало на нем. Может, зло на нем. Но сокровище остается сокровищем. Даже если оно запачкалось, оно не становится грязью. Мы, хотя запачкались, оно остается сокровищем. Понимаете? Даже если кал будет на нем, все равно остается сокровищем. Даже если делает ошибки. Иисусом Христом мы родились свыше. Аминь! Когда мы верим в эту истину, Иисус Христос действует в нас. Не смотрите на свой вид. Если мы будем осуждать себя так, наша жизнь станет скверной, грязной. Но если же мы веруем, как брачи Мунцоп, алкоголь уйдет от нас. Мир уйдет от нас. Зло отойдет от нас. И через Иисуса Христа мы будем жить. Иисус, Он умер на кресте, очистил все наши грехи. И Иисус живет в нас и пребывает в нас. Понимаете это? Когда вы в масках, трудно же вас отличить от других людей. Но из-за того, что вы в маске. Это же не значит, что я не пастор Уксупак. Правильно? Да. Мы просто в маске. Если снять маску, кого мы увидим? Да, лицо пастор Уксупак. Это касается и вас. Господь Бог сделал нас совершенными. Через Иисуса Христа мы сделаны совершенными, сделаны святыми. И когда мы верим в Иисуса Христа, сила Иисуса проявляется в нас. Его деяния проявляются в нас. Изменения произойдут в нас. И я верю в это. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok